Добрый вечер, коллеги-тестировщики. Давайте, пожалуй, уже начнем. Меня зовут Алексеев Алексей. Я работаю в компании Luxoft на должности Software Test Manager и Environment Configuration Manager. Сегодня я хочу рассказать вам про такой паттерн или подход, который называется Service Discovery. Чаще всего он применяется в методологии DevOps. И сразу вопрос к аудитории. У кого в проекте используется методология DevOps? Хорошо. Кто слышал, использует Service Discovery? Значит, доклад не бесполезный будет. Хорошо, напомню, что такое DevOps. На прошлой конференции я тоже делал доклад. Я рассказывал о том, что такое DevOps. И я решил, что логичным продолжением будет рассказать уже про конкретные практики, которые применяются. Кратко. DevOps – это есть постоянный процесс, который является пересечением процесса разработки, процесса обеспечения качества и процесса operations, деятельности. Это системного администрирования. Во всей методологии DevOps можно выделить несколько классов, паттернов или подходов, которые бывают. Есть три большие группы. Во-первых, это технологические паттерны, такие как представление инфраструктуры, как код, сервис Discovery, мониторинг и прочее. А человеческие – это, например, job rotation. Это когда все члены DevOps-команды могут выполнять какую-то функцию последовательно. То есть один день человек у нас занимается мониторингом, а на следующий день он уже занимается, например, source control. И вот такой job rotation. И можно выделить еще процессы. Это всеми любимые continuous integration, continuous deployment, continuous testing, automated testing и прочее-прочее. Все, что относится к процессу. Что же такое сервис Discovery? На самом деле вы все используете сервис Discovery каждый день. Возможно, даже не зная об этом. Типичным примером сервис Discovery является DNS. DNS – это domain name server. Сервер, который говорит вам, по какому IP-адресу у вас расположен тот или иной ресурс в интернете. Когда отбиваете google.com, кидается запрос на DNS, у него спрашивается, а где google.com? И уже после этого дается IP-адрес, и браузер уже стучится по конкретному адресу. В понимании DevOps и Rediscovery – это немножко другая вещь. Это общий инфраструктурный паттерн, который направлен на создание единой точки доступа ко всем сервисам, расположенным в environment. И также этот паттерн обеспечивает нам целостность связей всех наших приложений. Сейчас я подробнее перейду и расскажу, во что это выливается, например, для отдела QA. Давайте представим такую реальную ситуацию. У нас есть два окружения. У нас есть Dev, у нас есть Staging. На Dev разработчики что-то разрабатывают, ковыряют, пишут конфиги для приложения. И, как показано на моем примере, у нас есть приложение в Dev Environment, у которого сконфигурирован доступ к какой-то конкретной базе данных. Прекрасно. Разработчики считают, что они закончили фичу и надо ее протестировать. Берем наше приложение и деплоим его на Staging. Про конфиги, естественно, никто не подумал. Конфиги остались с Dev окружения и смотрят совсем не на ту базу данных. На Staging совсем другая база данных. Соответственно, приложение не работает. Тестировщики начинают заводить блокеры, возвращать приложение. И по цепочке оно пошло и поехало. В итоге сроки съезжают. И создается ощущение, что приложение наше вообще не годится никуда. Как нам этого избежать? Избежать такой ситуации нам бы помог сервис Discovery. Будь у нас единая точка доступа к сервису базы данных из любого окружения, проблемы с конфигами бы не возникли. То есть мы бы из Staging окружения постучались в наш сервис, он бы сказал, где в Staging окружении лежит база данных. Из Dev окружения постучались бы, он бы сказал, где на Dev окружении лежит наша база данных. То же самое можно применить и к Production серверу. Прекрасно звучит, волшебно. У вас должны возникнуть следующие вопросы. Ну, по крайней мере, у меня они возникли, когда я первый раз про это услышал. Что нужно для внедрения? Куда бежать? Что читать? Если мы это внедрим, мы сможем сказать, что у нас Devops, и мы такие крутые. И надо ли нам все переделывать под этот паттерн? Отвечу по порядку. Для внедрения нужны знания и инструменты. Куда бежать? Никуда бежать не нужно. Все рядом, в интернете, на GitHub, на Stack Overflow. Что читать? Читать документацию по конкретному инструменту, который вы выберете. А если у нас будет сервис Discovery, у нас будет Devops? Нет, не будет. У вас будет сначала просто сервис Discovery, потому что Devops — это методология, и это постоянный процесс. Нужно ли все переделать под сервис Discovery? Для каких-то инструментов нужно, для каких-то это совершенно необязательно. И давайте рассмотрим инструментарий. Тут я представил несколько самых популярных утилит. Какие-то из них очень старые. Например, парень с лопатой, который называется Apache Zookeeper. Ему пара десятков лет, у него гигантская комьюнити, но у него есть свои минусы, о которых я расскажу позже. Здесь есть совсем молодые утилиты, типа ETCD. Им буквально пара лет, и они немножко хипстерские, если можно так выразиться. Enterprise не очень любит применять такие утилиты, потому что он не понимает, как их поддерживать и как с ними работать. Посмотрим на краткое сравнение. Утилиты все разнородные, они все разные. Я постарался выделить наиболее важные моменты, которые нас интересуют, от утилиты как от сервис Discovery. У каких-то утилит, вы видите, есть DNS API. То есть можно их использовать как DNS сервер, быстро конфигурируемый, и в вашем окружении практически ничего не придется менять, если ваши аппликейшны используют HTTP. То есть можно будет просто всегда указывать один хостнейм, но DNS под этот хостнейм постоянно подкладывать какой-то другой сервер. У каких-то аппликейшенов есть REST API. Это значит, до них всегда можно достучаться по HTTP. Можно с ними работать даже из консоли, имея просто под рукой обычный VGET или CURL. Можно из любого языка, потому что всегда есть библиотеки, которые работают с HTTP. Apache, HTTP, Utils, даже в Python есть тупо класс URL. Который может с ним работать. Ну и плюсы и минусы. Кто-то умеет кластеризоваться, кто-то имеет SSL, и у кого-то единственный плюс, как у ZOOkeeper, это большой комьюнити. ZOOkeeper сразу не рекомендую, потому что он написан на Java, и его необходимо встраивать в ваше приложение. То есть если другие утилиты можно никуда не встраивать, они будут работать отдельно, то ZOOkeeper так делать не умеет. В чем плюс сервис Discovery для QA? Во-первых, это управление инфраструктурой, это генерация тестовых данных, генерация конфигурации и автоматическая настройка CI. Я сейчас несколько пунктов покажу на реальных примерах. Например, генерация тестовых данных. Предположим, у нас есть гигантский набор автотестов. Этому гигантскому набору автотестов обычно соответствует гигантский набор тестовых данных. Либо вы их храните в какой-то базе данных, либо вы их храните в JSON-файлах, каких-то еще файлах, в общем, либо в CSV каких-то файлах. От этого можно отказаться и использовать сервис Discovery. Во время работы автотест у вас просто будет отправлять запрос на сервис Discovery, а сервис Discovery в соответствии с именем теста либо каким-то другим параметром будет отдавать вам уже нужные данные. При этом сервис Discovery можно сконфигурировать так, что он может отдавать рандомные данные. Например, нам нужна сущность пользователя. На каждый запрос, в каждом тесте можно отдавать либо какого-то определенного пользователя, либо абсолютно рандомного. И сразу же пример кода на питоне. Это обычный юнит-тест, который обращается к сервис Discovery. В случае этого теста здесь используется ETCD. Все исходные коды, которые я буду показывать, они размещены на GitHub. Тут есть QR-код. Всегда можно зайти на них, зайти на GitHub, скачать репозиторий и попробовать у себя позапускать все это. Что происходит в тесте? Предварительно перед тестом происходит сетап. Получается тестовый юзер. Получается он по HTTP API из ETCD. По ключу test user. Далее запускается сам тест, тест getData, который просто проверяет, что пользователь, которого мы получили, зовут Иван. Данные от ETCD возвращаются просто в JSON формате, поэтому работать с ними очень удобно. Это просто гигантский хэшмэп, ключи значения, ключи значения. Рассмотрим пример с генерацией конфигурации. Опять. У нас есть гигантский набор тестов. И у нас есть какой-то сервис Discovery. На этот раз уже кластерный. Внутри этого сервис Discovery у нас работает множество машин. Множество хостов, которые объединены этим сервис Discovery в единую сущность, кластер. И нам для тестов нужно знать, где какой сервис работает внутри этого кластера. То есть, например, у нас есть версия тестов, которая заточена под определенную версию базы данных. У нас в environment внутри кластера есть несколько баз данных. Одна база данных для этих тестов, другая база данных для других тестов. И нужно сделать так, чтобы соответствующие тесты стучали в соответствующую базу данных. Прекрасно. С этим нам может помочь сервис Discovery. Я сейчас приведу пример такого фейкового сервиса. Это просто сокетный сервер, написанный на питоне, который просто запускается по рандомному сокету. свободному. И пишет в консоль, по какому сокету он запустился. Наши тесты не знают, по какому порту, по какому сокету работает этот сервер. Для тестов это очень важно. Тестам, чтобы прогнаться, нужно узнать. В этом случае нам поможет сервис Discovery под названием серв. серв работает внутри операционной системы. Он запускается как отдельный агент, у которого есть множество хендлеров. Хендлеры — это просто исполняемые файлы, которые могут выполнять любое действие, которое вы в них запишите. По определенному запросу серв запустит нужный хендлер и отдаст вам нужные данные. Тут показан пример хендлера для серфа, для поиска нашего фейкового сервиса. Для тех, кто не знает Python, просто поясню. Данный хендлер просто выполняет последовательно две линуксовые команды, чтобы определить для начала идентификатор процесса, под которым работает наш фейковый сервер. А далее по этому идентификатору определяет открытый сокет, по которому работает наш сервис. И возвращает его. И одно из самых интересных применений, как нам все это связать с Continuous Integration. И опять-таки все довольно очевидно. У нас есть Continuous Integration, у нас есть внутри него какая-то сборка. Во время запуска эта сборка будет получать свои параметры и сервис Discovery, и выполнять какие-то предопределенные действия. Опять, живой пример. На этот раз с настоящим Jenkins'ом, с настоящей сборкой. Можете зайти и посмотреть. Я могу сейчас даже продемонстрировать это быстро. Вот он наш Jenkins. Вот наша тестовая сборка. Давайте ее запустим. Сборка, конечно, немного надуманная. Для начала она по ключу кладет какое-то значение в сервис Discovery. Далее, после того, как она положила это значение в сервис Discovery, она тут же его оттуда забирает для проверки. В качестве сервис Discovery опять используется ETCD. Видите, по HTTP API для начала кладется значение по ключу, который мы задали. Далее, опять-таки, по HTTP API это значение забирается. Плюсы, которые мы можем получить от использования сервис Discovery. Во-первых, мы избавились от десяти различных мест для хранения конфигураций. Все мы можем хранить в одном сервис Discovery для кучи различных приложений. Также мы с помощью сервис Discovery создали единый справочник по сервисам, которые есть в нашем окружении. И мы можем получить от сервис Discovery гибкое распределенное хранилище. Но это скорее относится к тем сервис Discovery, которые используют кластеризацию. Минусы. Теперь у нас будет проблема, как найти наш сервис Discovery. Поддержка этого сервиса Discovery, скорее всего, будет полностью на команде DevOps, либо на команде QA. Обычно разработчики почему-то, как огня, страшатся поддержкой таких непонятных им сервисов. И опять-таки, все решения не универсальны. Если вам нужна какая-то универсальность, вам, скорее всего, придется дописывать что-то готовое, либо писать все с нуля самим. У меня все. Мои контакты. Давайте вопросы. Спасибо большое за доклад. Я единственное немножко не понял, а зачем нужен был билд-план, чтобы что-то положить в ETCD? Ну, это такой натянутый немножко пример получился. Я просто хотел показать, что с помощью Jenkins'а можно как положить, с помощью любой билд-системы можно как положить сервис-дискавери, так и оттуда какие-то данные извлечь и использовать внутри сборок. Спасибо. Еще такой момент. К нему, например, веб-морда какая-то прикручивается из коробки, или это дописывается самостоятельно? У ETCD, к сожалению, нет готового какого-то веб-фронт-энда, да. Но он общается с обычным JSON-ом, поэтому обычно разработчикам не ставится труда на бутстрапе что-нибудь быстренько наклепать. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Меня заинтересовала тема с хранением рандомных тестовых данных. Это делается средствами самого сервис-дискавери, или нам сначала придется некие данные туда положить, а потом уже рандомно их вытаскивать оттуда? Нет. Вот, например, в случае с сервом, так как у него есть хендлеры, можно написать хендлер, который по строго заданным критериям, например, из какого-то гигантского массива, будет рандомно выбирать имена, даты рождения, либо по каким-то правилам получать рандомные значения и склеивать их в более-менее приличные. То есть не обязательно положить только то, что вам нужно от него. Понял, спасибо. Алексей, у меня такой вопрос тоже по данным. У тебя на опыте лично была генерация каких-то сложных данных со связями? Да, в одном из проектов у нас была очень большая связанная сильно база данных и накатывать каждый раз перед каждой сборкой большой, скажем так, большой дамп боевых данных на эту базу данных было очень долго и сложно. В итоге мы написали, собственно, сервис Discovery, который по легковесным JSON-моделькам собирал нам нужный дамп данных. Мы просто в JSON добавили дополнительное поле, которое показывало связь одной модели с другой. И вот еще тогда вопрос, таскать эти данные от сервиса Discovery или базы данных, где это хранится. Вот сами тесты это достаточно дорого, наверное, по времени. Нет, если используется HTTP API, если у вас все в одной инфраструктуре, ну то есть не в разных дата-центрах за пол океана, то это очень быстро. Даже быстрее, чем с баз данных. Спасибо. Благодарим докладчика. Спасибо.